Трудно пройти фейс-контроль, если вы не выспались. Вот несколько лайфхаков, как с утра выглядеть бодрым и предъявлять всем свежее лицо. Для начала потратьте несколько выходных, чтобы проснуться не по будильнику, а по желанию. Засеките время, необходимое лично вам, для комфортного отдыха. И в будни ложитесь спать ровно во столько, чтобы открывать глаза за несколько минут до звонка будильника. Перед сном нужно добиться полного затемнения. Даже уличные фонари не должны пробиваться сквозь шторы. И не пользуйтесь гаджетами примерно за час до сна. Они активизируют мозг, а вам надо дать ему отдохнуть. Комфортная температура для сна примерно 22 градуса. Дверь! Одеяло! Сквозняк! Либо хорошо проветрите комнату до того, как легли, либо оставьте открытой форточку. Современные евро-окна форточками не оснащены, но приток свежего воздуха обеспечить могут. Если вам все же захочется утром разбить будильник, разбейте. И приобретите новый световой. Перед тем, как издать звуковой сигнал, эти гаджеты начинают светиться. Поэтому пробуждение будет мягким и комфортным. Следующий шаг. Оставьте себе 7-10 минут для обязательного и приятного лично вам ритуала. Возможно, вы любите приготовить себе фреш или выпить традиционную чашечку кофе. А может быть, в ваших привычках посмотреть любимую телепрограмму, такую, как «Наше утро», или послушать астропрогноз? Ритуалы тоже помогают окончательно проснуться. Если глаза все же не открываются, попробуйте провести вокруг них кубиками льда. Или наоборот, положите на глаза на пару минут заваренные пакетики чая или ромашки. Что лучше работает, проверьте экспериментальным путем. Куда вы? Извините. Коль, подожди, я сейчас! Если вы все-таки плохо спите и трудно просыпаетесь, заведите детей и в нагрузку к ним домашних питомцев. Засыпать будете мгновенно, лишь коснувшись головой подушки. И вскакивать с постели молниеносно, забыв подумать, комфортно вам или нет. Гуша, белье в шкаф. А что это вы в темноте сидите? Мы телевизор смотрим. А если серьезно, постарайтесь быть счастливыми. Счастливые люди красивы, даже когда немного не выспались. Редактор субтитров А.Семкин